Давайте теперь попробуем запустить многопоточное приложение на сервере. Будем делать мы это на примере программы Boltai, которая позволяет искать короткие нуклеативные последовательности в большом референсном геноме. Если вы используете BioLinux, то Boltai уже у вас установлен. Если нет, вам придется его скачать по инструкции задания. Также вам потребуются данные, указанные в задании. Чтобы запустить Boltai, нам придется познакомиться с двумя командами. Первая команда, Boltai2Build, запускает построение индекса генома. В качестве первого аргумента вы передаете геном, в качестве второго – индекс. В нашем случае это будет Boltai2Build, ref.fasta, индекс. Имя для индекса вы можете выбрать произвольное. Чтобы запустить поиск нуклеативных последовательностей в геноме, мы запускаем команду Boltai2. В качестве аргумента минус x мы передаем индекс, в качестве аргумента минус u большое – наши нуклеативные последовательности. В нашем случае это будет Boltai2 минус x индекс минус u reads.fastq. Ну что ж, давайте попробуем. Запустим Boltai на нашем сервере. Сперва построим индекс команды Boltai2Build. Я запускаю эту команду, перенаправляю ее в вывод в файл BoltaiLog. Она работает достаточно быстро. Теперь давайте запустим команду Boltai2. Я запустил ее в фоновом режиме, чтобы посмотреть, как она работает. Для этого запустим команду top. Мы видим, что команда Boltai2Align работает. Она при этом требует примерно 100% CPU или около того. Это значит, что она работает сейчас в один поток. Более Makethirds Рецепт Продолжение следует...